Привет всем, меня зовут Давид и этот обзор о 9-дюймовом планшете с 3G, то есть планшет в него можно поставить сим-карты, целых две, ну как видите Turbo Pad 911. Плюсы и минусы этого планшета я подробно расскажу в обзоре, есть и плюсы, есть и минусы, реально все-таки это бюджетный планшет и когда снимается обзор август 2014 года, этот планшет стоит около 5000 рублей, что в общем-то недорого для того, что здесь есть GPS, также разумеется есть 3G. Коробка, коробка на мой взгляд достаточно удачная и что приятно, все характеристики написаны, то есть перед покупкой можно как-то их наглядно прочитать. Что для нас важно понимать перед покупкой, если кто-то рассматривает этого планшета? Двухъядерный процессор MediaTek, тактовая частота 1300, 1 гигабайт оперативной памяти и процессор-ускоритель графика, то есть Mali-400. В принципе это конечно же гарантия того, что современные игры у вас если пойдут, то с тормозами, поэтому если нужен какой-то игровой планшет, то и речи нет, нужно покупать более дорогой. Этот же планшет потянет еще Real Racing 3, я в конце его запущу там Angry Birds, такие простые игры, конечно без проблем. Ну Real Racing 3 потянет не идеально, вы увидите сами. Он на мой взгляд подойдет для интернета, для звонков телефонных, для SMS, там ну вот для таких вот задач. Карту памяти поддерживает до 32 гигабайт, встроенной памяти 8, из них доступно 4,5, Android 4.4, несмотря на бюджетность смартфона. Что еще важного, аккумулятор нам нужно знать, здесь 4500 мА, написано 4-5 часов в режиме просмотра видео. Молодцы, не обманули, потому что я как обычно тестирую и через MX Player, через программный декодер, без перерыва запустил видеофайл, крутил его, получилось у меня действительно почти 4,5 часа. Почти, ну округляю, то есть действительно это неплохо, ну как неплохо, для бюджетного планшета конечно это неплохо. Далее, вес 520 грамм и камеры, 0,3 мегапикселя это для скайпа и 2 мегапикселя для фотографий. Ну понятно, кто хоть немножко разбирается, понимает, 2 мегапикселя это вообще ни о чем. И фотокамеры здесь больше для галочки, то есть фотографировать на них и сохранять себе альбом просто что-то нереально. Ну в примеры, как обычно, положу, посмотрите сами, что еще важного. В принципе, это все, все характеристики, которые нам нужны, как говорится, для жизни, то что важно. Теперь давайте очень быстро посмотрим комплект. Комплект почти стандартный. Что меня удивляет всегда, что недорогие устройства кладут кабель OTG. Это подключаем к microUSB, который есть на планшете, и с обратной стороны обычный USB. То есть можно подключить флешку, можно подключить джойстик, какую-то еще вещь. То есть в бюджетных планшетах недорогих почти всегда есть, в дорогих нет. Ну и стандартный кабель для подключения к компьютеру microUSB. Простейшие наушники и зарядное устройство. Заряжается, разумеется, просто если к компу подключить, по USB будет заряжаться. Инструкция, гарантийный талон. Все, с комплектом разобрались. Смотрим планшет, внешний вид. Да, разрешение экрана, точно скажу сейчас 1000, тоже важный параметр, 1024 на 600. Это не очень большое разрешение, и пиксели, конечно, разглядеть можно. Но до теста экрана дойдем чуть позже. Экран тип не написан, но здесь совершенно точно TFT. Углы обзора не очень хорошие. Лицевая сторона. Это рамки вокруг экрана достаточно большие. Что касается вообще качества сборки. То есть планшет у меня несколько дней показал себя хорошо. Люфтов, каких-то зазоров нет. Что меня особенно еще сильно удивило. С обратной стороны алюминий. Притом, знаете, алюминий в последнее время считается престижным. Притом металл-то простой, из него кружки, ложки делают. Но он считается престижным. Делают его флагманы. Делает его Apple, делает HTC, там Sony делает каркас алюминиевый. И всегда это выставляется как явное преимущество. Здесь же, судя по всему, это явно алюминий. Но ни на коробке, ни на сайте почему-то не написали. Загадка. Не знаю почему. Отмечу, что планшет не скользкий. Чего я немножко опасался, когда впервые взял его в руки. То есть в руке лежит нормально. Не выскакивает. Алюминий не скользкий. И с обратной стороны, смотрите сами, выглядит вот так. Где же прячутся сим-карты? Все очень просто. Есть такая крышка, она пластиковая, заглушка. Под нее можно снять и поставить две обычного размера сим-карты. Мини-сим называется. И карту памяти до 32 гигабайт. Крышечку ставим обратно. Сейчас поставлю, чтобы она не мешала. И смотрим по кнопкам управления. Кнопки управления сосредоточены с правой стороны планшета. Но если подразумеваю, то мы его держим вот так. Кнопка включения-выключения. Кнопка громкости. Разъем для наушников. Как обычно про качество звука рассказываю. Качество звука на уровне других бюджетных планшетов, которые я тестирую на техноконтроль. То есть среднее. Мне не очень понравилось. Но, по крайней мере, оно громкое. И если поковыряться с настройками эквалайзера, можно что-то для себя и подогнать. Но чудес, конечно, от бюджетного планшета в плане звука ждать не стоит. То есть громко, четко. Ну, так, довольно-таки среднее. И разъем для подключения, для зарядки, синхронизации с компьютером, microUSB. Больше никаких кнопок управления на планшете нет. Остальные грани все, то есть плоские. Камера и динамик. Динамик громкий, но я сейчас его включу обязательно. Есть некоторая резкость, но, в принципе, нормально. Вполне. Что еще? Несмотря на то, что кнопки вроде как, на первый взгляд, расположены неудобно. Но, вот я играл и ни разу их не нажал. То есть, когда планшет я смотрел, подумал, как-то не очень удачно расположенная. Если подразумеваю, что планшет держим вот так, динамик сверху. Но, нормально. В какую-то зону они такой попадают. По крайней мере, в мои руки не нажимаются. Итак, обещал вам качество звука. Давайте включим фильм. Посмотрите сами. Послушайте. Что касается оригинальной легенды, что нельзя открыть дверцу машины, пока кабина полностью не заполнится. Знаете, я очень много девайсов тестирую. Звук, конечно, рисковат. Отдают металлам достаточно сильно. Но бывает хуже в бюджетных планшетах значительно. Здесь нормально. Резкий только. А так вот громкость нормальная. Ну, это вот, в общем-то, я все рассказываю. Либо нейтрально, либо даже какие-то плюсы. Какие минусы в этой цене? Экран. На самом деле, экран достаточно плохой. Говорю откровенно. Это обычный ТФТ. Мало того, что планшет нужно держать. Я вчера смотрел на нем фильм «Зеркала 2». Это ужастик. Кто смотрит ужастики, ребята, вообще не качайте, не покупайте. Это уже... Это «Зеркала 2» – это просто отстой. Говорю откровенно. Но я его досмотрел все-таки. И мне приходилось планшет реально держать, потому что чуть сдвинул, смотрите, и все. Цвета становятся уже такими вот. Пропадают. То есть, это ТФТ. И с боков то же самое. Немножко сдвигаем. Видите, серость появляется. То есть, нужно планшет держать именно вот так и стараться его не шевелить. Потому что, особенно на темных сценах, в ужастиках или других, все это цвета достаточно сильно пропадает. Но это основной минус этого планшета. Это экран. То есть, то, за что мы понимаем, что покупаем бюджетный планшет недорогой, какие в нем минусы, поэтому подробно вам рассказываю. Но сам экран – это давайте посмотрим просто фотографии. Это классический ТФТ. Те экраны, которые были абсолютно на всех девайсах там пять лет назад, грубо говоря, и на топовых, и на нетоповых. Это просто ТФТ. Смотрите сами. То есть... Яркость максимальная. Так, дальше. Стой, чтобы по характеристикам отмечу. Есть FM-радиоприемник. Есть возможность записи FM на планшет. Но, разумеется, нужны наушники. По настройкам. Тут все стандартно для недорогих планшетов. То есть, управление SIM-картами есть. Можно настроить интернет. Даже для недорогих телефонов. Даже не планшетов, а телефонов. Потому что с планшета можно полноценно звонить, пользоваться как телефоном. Есть записная книжка. Есть вызовы. Можно, конечно же, писать и принимать SMS. То есть, это планшет-офон. Я действительно звонил и писал с него без проблем. Работает как просто Android-телефон недорогой. В настройках ничего необычного нет. Все то же самое, что и в недорогих телефонах и планшетах. Версия Android действительно 4.4.2. Маленький такой секретик. На версии Android, если нажимаем, то такую запускаем мини-игру. И пальцем вот так вот нужно поводить. Это на всех, начиная с 2.3, если не ошибаюсь. И здесь такая мини-игра. Просто вышибаем. Какого-то смысла большого не нашел. Но это мини-игра такая. На вашем Android-устройстве она есть, начиная с версии 2.2. Просто достаточно именно на строку, именно где Android, нажать несколько раз. А планшете, версия Android, много раз. И потом еще там разные действия. На Android 2.3 там, по-моему, просто человечек, Android и все. Игры, по-моему, нет никакой. Ну ладно, не столь суть важна. Итак, что касается самой меню. Тут все тоже вот так вот. Рабочие столы. Сам планшет большой, поэтому ярлыки все уместили. В самом меню андроидовском я имею в виду. Программ установлено много. Но если они не нужны, можно, разумеется, их просто удалить. Мне, например, ничего этого не нужно. Я это всегда удаляю, если что-то есть. Ну, на VTL кому-то, например, конечно же, пригодится. Главный вопрос, как же все-таки на нем идут игры. Понятно, что я говорю, то есть GTA там на нем однозначно будет тормозить. Ну, чудес не бывает. Но вот в Real Racing 3, например, поиграть можно. Насколько можно, насколько это играбельно, смотрите сейчас сами. Увидите все. Запускается тоже долго. Все-таки двухъядерный процессор. Звезд с неба не хватает. Я вообще постараюсь делать больше у обзоров на недорогие девайсы. Больше. Потому что в последнее время, когда я сосредоточился на флагманах и на таких крепких середнячках, ну, если телефоны брать, там, грубо говоря, 10 тысяч и выше, на дешевые вообще практически не делаю. Я исправлюсь, потому что прекрасно понимаю, что нужно делать, ну, раз уж взялся за обзоры, надо делать разные ценовые диапазоны. Не только сосредоточиться на дорогих. Запускаем, запускаем. То есть, в принципе, вот так вот мой вердикт. Ну, если бы не экран, то было бы все, в общем-то, очень даже неплохо, учитывая цену. Звонить с него можно, смски писать можно. То есть, аккумулятор более-менее, то есть, 4,5 часа, это, ну, для бюджетника нормально вполне. Бывают флагманы. Работает тоже, не сказать, чтобы долго. Так, громкость заодно сделаем. Вспоминаю, как года два назад у меня Ritmix был планшет 10.30, одноядерный. Потом я купил себе двухъядерный 10.35. Помню, в Antutu там 18 тысяч, что ли, набрал. А, нет, 12 тысяч набрал. Я был нифига себе. То есть, ну, по тем временам, мне казалось, двухъядерный планшет, это круто. Ну, не только мне, или два с половиной года назад уже. Но тогда, действительно, четырехъядерные планшеты были, только стали появляться, была редкость. Ну, смотрите сами. То есть, играть можно, но, насколько хорошо, конечно, вы посмотрите сами. И, опять же, отмечу, вот экран все-таки не очень удобный, когда поворачиваем с каких-то сторон. Вот так вот темнеет все. Ну, ладно. Думаю, достаточно. Выключаем. И что касается теста Antutu. Тут как раз около 13 тысяч баллов. Тест сделал в два раза. Архив должен сохраниться. Да, почти 12.5, почти 13. Ну что же, подведем тогда итоги по этому планшету. Что сказать? Экран. Основной его минус. Ну, видели все сами. То есть, это просто ТФТ. Отмечу еще, что он даже сейчас вот на улице пасмурно. Август. А август в Москве это уже осень. Это уже осень наступает все. То есть, жара ушла и больше ее не будет, если только бабе лето. Такой яркого солнца нет, но все равно отражает достаточно сильно. Вышел с ним на улицу, ярко сделал на максимум. Экран, конечно, не идеальный. В остальном, если вот кроме экрана, каких-то таких минусов явных я назвать не могу. Наоборот, даже корпус сделан неплохо. Корпус алюминиевый, не скользкий. Собрано как-то все хорошо. Вот у меня несколько дней и какого-то чувства отторжения не вызывает, что как-то все плохо. Кроме экрана. И олеофобного покрытия, разумеется, здесь нет. Можно с него звонить. Еще раз отмечу, потому что я поставил сюда сим-карту. И действительно интересно. Наушники поставил, разговариваешь, пишешь, смски. Не во всех планшетах это есть. Мне дорогих обычно есть. Ну и, в общем-то, я думаю, вывод свой каждый сделал после обзора. Пишите, как обычно, комментарии. Понравился, не понравился планшет. И, как всегда, желаю, будьте здоровы. Будьте успешны, будьте позитивны. Живите осознанно. Ну и, конечно, ведите здоровый образ жизни. Будьте здоровы. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.